Сан-Диего Комиконе Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Белевикс. И сегодня я вам поведаю о крутом эксклюзивном сете Киерана Валентина и Джины Висп Грант Сан-Диего Комикон Интернешнл 2015. Все мы безумно ждали этот сет. И наконец-то я могу рассказать вам о нем. Для тех, кто не знает, Сан-Диего Комикон Интернешнл, также известен как Комикон, это международный ежегодный фестиваль. Проходящий в Америке в городе Сан-Диего с 1970 года. Фестиваль проходит летом в течение четырех дней с четверга по воскресенье. В среду вечером происходит предварительный показ для специалистов, участников выставки и некоторых посетителей, которые заплатили за все четыре дня. На Комиконе каждый год участвует как Монстр Хай, так и Эва Автэхай. И каждый год Мотел выпускает по кукле, и она становится эксклюзивом этой грандиозной выставки. Впервые Мотел представил базовую черно-белую Френки, на втором Комиконе Гулию Дедфаст, на третьем Скарус Худу Вудут, на четвертом Вебареллу, на пятом Мэнни Таура Сайрис Клопс и Сирис Вульф, и, наконец, на шестом Комиконе Киерана Валентина с Джинни Висп Грант и Рейвен Куин. Перед тем, как начать рассматривать коробку и куколок, мне бы хотелось рассказать вам биографию об этих персонажах. И начнем с Киерана Валентина. Если вы не помните этих персонажей или хотите освежить свои знания, то Валентин – главный злодей мультфильма «Почему монстры влюбляются». В далеком прошлом он был возлюбленным Дракулаурой и в фильме пытался украсть ее сердце в свою коллекцию. Валентин был весьма эгоистичным персонажем, и он считает себя неотразимым и великим во всех параметрах. Валентин, как и большинство вампиров, очень высокомерный. Он подделывает южный акцент, чтобы получить то, что он хочет. Он часто убеждает девушек, что это он создал День Святого Валентина только для них, чтобы завоевать их сердца. Во время своего пребывания в школе монстров Валентин хорошо ладил с Торрелей Страйп, которая поделилась своей склонностью к жестокости. Валентин не ценил чувств Дракулауры и нуждался лишь в ее чистом сердце. Но, увы, при помощи друзей Дракулауры и ее любимого Клода Вульфа у него ничего не вышло. В комиксе «I only have I for you», вышедшего после прошедшего Комикона, Валентин вернулся уже в качестве хорошего персонажа, который исправился и помог Дракулауре и Клоду, чтобы загладить свою вину. А теперь его биография. Она взята из дневника, который идет в набор. Итак, возраст. 1602 года. Родители. Вампиры эмоций. Кстати, в оригинале это звучит как эмо-вампиры, но под этим имеется вовсе не субкультура эмо, а разновидность вампиров, чьи способности завязаны на эмоциях и чувствах. Убийственный стиль. Никогда не знаешь, когда самый обычный день превратится в необыкновенный или торжественный, поэтому нужно всегда быть готовым, чтобы не опозориться перед другими в скромной одежде. Я никуда не выйду из своего гроба, пока не одену свою лучшую одежду в официальном стиле. Я понимаю, многие монстры считают, что я перегибаю палку, но лучше уж на мне будет костюм, когда он мне не нужен, чем в нужный момент я буду без него. Причудливый недостаток. В прошлом я часто обманывал других, притворяясь влюбленным в самых неподходящих местах и был немного... Ммм... Хорошо. Я признаю, я был слишком эгоистичным. Маленькое примечание. В данном предложении Валентин использует подобие выражения «искать любовь в неподходящих местах», но использует слово «ларк» — «обманывать». Но Валентин продолжил свой жизненный путь и предпочел исправить все то гадкое, что он отворил за всю свою нежизнь в прошлом. Питомец. Думаю, раньше я был слишком эгоистичным, чтобы иметь какого-либо питомца. Сейчас же я понял, что они дают нам столько любви, что немного изменил свое мнение, чтобы завести хотя бы одного. Я готов завести любого питомца, кроме летающих обезьянок. Я не могу говорить об этом сейчас. Наверное, он хотел сказать «летучих мышек», а вырвалось обезьянок. Любимое занятие. Раньше мне нравилось красть чужие сердца, но сейчас я хочу найти свою любовь и помочь другим с этим. Поэтому он влюбится в Торрелей, потом они вместе придумают грандиозный план захватить школу монстров и будут править ей. Шучу. Больная мозоль. Я не могу порицать других, но я хотел бы, чтобы прежде всего монстры не думали плохо обо мне. Любимый предмет в школе. Укусология. Возможно, я стану ветеринаром в будущем. Наименее любимый предмет в школе. Физкультура. Физкультурная форма слишком повседневная и упрощенная. Любимый цвет. Темно-бордовый. Любимая еда. Шоколадный торт Devil's Food Cake. Я любил и раньше побаловать себя сладким, но не отказываюсь себе в этом и сейчас. Кстати, Devil's Food Cake это популярный шоколадный торт в Америке, с тающим во рту бисквитом и большим количеством шоколада. Во вкусняшка. Прям ням-ням. Лучшие друзья. Джинни Висп Грант. И теперь я хочу рассказать вам про биографию Джинни Висп Грант. Она также взята из дневничка. Джинни не отстает от своего спутника на Комиконе 2015. Висп главная злодейка мультфильма «Тринадцать желаний» и тень Джиджи Грант, доброго Джина. Она стала другом Джиджи, который был очень одиноко одной и они всегда были вместе. Но ей не нравилось, что все внимание достается именно Джиджи и она все меньше обращает внимание на нее. Джинни очень ревновала и решила отомстить. Она подговаривала тех, кто загадывал желания Джиджи, заставляя их загадывать желания по ее велению. Она пыталась убедить пожелать для Висп безграничной силы и власти. Обрести такую силу она могла лишь во время солнечного затмения. Но Висп удалось заключить в зеркало, сделанное братьями Гримм из вселенной Эва в Техай, благодаря фаун. И когда зеркало разбилось через множество лет, Висп получила возможность снова творить зло. Она овладела Хоулин, которая нашла лампу Джиджи и подговорила загадывать ее желания, которые натворили немало бед. В итоге Хоулин загадала, чтобы Джиджи не была заключена в лампу и стала свободным Джином. А Висп стала бы Джином лампы, как она и мечтала. Джинни Грант обрела свою собственную жизнь и исправилась. Немного о внешности. Висп темная копия Джиджи. Если Джиджи предпочитает теплые светлые тона, а особенно персиковый и золотой, то Висп холодный и темный, темно-синий, темно-фиолетовый. А стиль одежды у них абсолютно одинаковый, восточный. Ее хобби, предпочтения и увлечения. Висп обожает плести интриги, давать дурные советы и манипулировать. Она просто помешана на обретении магических сил и власти. Любит пробуждать в монстрах их самые темные стороны, самые худшие желания. Висп очень любит дни солнечного затмения, дни, когда она особенно сильна. И несмотря на многолетние разногласия, переходившие порой в ожесточенную борьбу, Висп все же любит свою сестру и лучшую подругу Джиджи Грант. И еще ей очень нравится работа Джина, хоть при этом ее и сдерживают в рамках законы лампы. Висп это даже на пользу. Чего не любит Висп Грант. Она терпеть не может быть на вторых ролях, ненавидит тех, кто мешает осуществлению ее коварных планов и может поступать с ними весьма жестоко. А теперь пришло время рассмотреть коробки и куколок. Как вы знаете, у комиконовских куколок по две коробки. Внешняя коробочка в черных, белых и фиолетовых тонах. Она безумно шикарная и сделана в квадратной форме. На передней коробке изображено безумно красивое лицо Висп с ухмылкой. Здесь также есть дым, летучие мышки. Одна маленькая наверху, а другая большая внизу. И под артом Висп таинственно спрятан герб Монстр Хай. Кстати, справа написано, что это взрослая коллекция. На задней стороне коробки изображен дым. Рядом с ним летит черная летучая мышка с большими крыльями и желтыми глазками. А посередине также есть герб Монстр Хай. А по бокам выглядывает внутренняя коробка. И мы видим здесь через эти дырочки арты персонажей. Здесь Киеран Валентин, а с другой стороны Джинни Висп Грант. А теперь уберем внешнюю коробочку и посмотрим внутреннюю. Это вот так вот все легко выглядит. И, кстати, здесь приклеены два дневничка. Валентина и Висп. Так как они впервые выпустились. Так, вот они, наши красавчики-злодеи. Наконец-то мы достали. И посмотрим коробочку. Коробочка красиво загнута по бокам. Передняя часть полностью прозрачная. Внизу и по бокам интересно идет дымок. Также здесь есть летучие мышки, которые дополняют их жуткие образы настоящих злодеев. Внизу имеется герб Монстр Хай. Под куколками на линии дыма есть имена персонажей. Это Киеран Валентин и Джинни Висп Грант. По бокам арт Джинни и Валентина. На задней стороне коробки есть комикс. И здесь изображен властный образ Джинни во весь рост. Она здесь безумно грозная. И по ее бокам есть дым. А внизу золотая лампа, из которой и вылетела Джинни вместе с дымом. Ниже на желтой полоске есть надписи и имена, кто же работал над созданием этого прекрасного сета. Это дизайнеры, тот, кто придумывает биографии персонажей, кто придумывает коробку и так далее. Внизу продолжение комикса. Две реплики Джинни и лицо нашего героя. Теперь прочитаю вам на русском этот маленький комикс. Сколько лет прошло? Один или тысяча и один? Легко потерять счет времени, когда нет солнца, чтобы подняться или опуститься, когда времена года не меняются и когда нет праздников, отмеченных датой. В моей лампе все проваливается в бездну или, может быть, плывет через океанические глубины монстроподобного зверя. Что это значит, если Джинни невозможно найти? Но это не для Джинни проживать таким образом. Я только жду слова, которые бы меня звали служить. Вас вызываю! Я Джинни этой лампы. Какое твое желание? Смотрим далее. На верхней части коробки изображены две летучие мышки и как будто бы северное сияние. И оно продолжается по бокам и на передней части наверху. На внутренней части коробки изображен красивый замок в нежных розово-фиолетовых тонах. Изображены огромные колонны, лестница, которая ведет на второй этаж. И над Валентином летают летучие мышки. В набор к нашим ребятам прилагается черная расческа, черные очки Валентина, золотая лампа Джинни, две подставки, продолжение тела Джинни и два дневничка. А теперь рассмотрим кукол поближе. Ура! Вот мы достали куколок. Они такие крутые! И начнем мы с милого вампирчика Киерана Валентина. Валентин выглядит действительно как эксклюзив. Его образ очень хорошо проработан. И молд взят действительно подходящий. Он очень похож на инвизибиле. Только посмотрите, как они похожи. Валентин смотрит на нас с усмешкой. У него есть скулы, и его черты достаточно красивые, чтобы все девушки влюблялись в него. У Киерана Валентина яркие малиновые глаза и темно-коричневые брови. Правая бровь прикольно задернута наверх. Губы под цвет кожи Валентина с белыми клыками. Кстати, я заметила сегодня кое-что интересное. Клычки у Валентина то появляются в неполном составе, то вообще не появляются. Я посмотрела маленький видеообзор от американцев, и у куколки был один клык, что меня сильно удивило. А на фотографии, где стоит Валентин и Джинни, там вовсе у Валентина нет клыков. Но сейчас смотрю на куклу и радуюсь, что Мателл справил эту ошибочку, и у моего Валентина есть клычки. Что ж, продолжим. Волосы у нашего вампа черные, с добавлением красных прядей до плеч. На Валентине одет просто шикарный костюмчик, словно он вышел с ленты мультфильма. На нем белая рубашка с воротничком, а на рубашке одета красная жилетка с шестью золотыми пуговицами. На жилетке одет черный стильный и детализированный пиджак в полоску. Внизу на рукавах и на лацкане есть дивные узоры красных роз с желтыми стебельками и зигзагообразных красных линий. На пиджаке есть два кармана, и обрамляет пиджак красная полоска с двух сторон. Маттелл не поскупился даже на такие маленькие детали, как дивные узоры, пуговицы и золотую цепочку на его штанах. В левой руке Валентин держит золотую лампу Джинни, а в правой руке свои очки. Штаны у Валентина длинные, черного цвета и сделаны под кожу. А бутвамп в длинные черные роскошные сапоги со шнуровкой, и они на маленьком каблуке. На ботинках спереди есть ремешок. Киеран Валентин был самой долгожданной куклой для меня и моей семьи. И мы очень рады, что свершилось чудо, и наконец-то мы держим этого вампирчика в руках. А теперь рассмотрим Джинни Висп Грант. Джинни Висп Грант имеет молд Джиджи по вполне логичной причине. Она была тенью Джиджи и унаследовала ее внешность. Однако, кроме одного молда, у них полно различий. У Висп бледно-фиолетовое тело, красные глаза и узоры на лице, которых нет у Джиджи. У Джинни есть маленькая ямочка на подбородке. Волосы Джинни окрашены в сине-голубой, а на коже соответствующие узоры, как и у Висп в мультфильме. Одежда у Джинни, как и у Джиджи, но с немного измененными цветами. У Джинни нежно-фиолетовая кожа, серые брови, губы темно-фиолетового цвета. Глазки у Джинни красные, а под глазками присутствуют веснушки. Над правой бровью есть узор, круг, месяц и буква С, а под глазами узор в виде кристалла или звезды и двух месяцев. Волосы Джинни окрашены в фиолетово-голубой цвет, также есть малиновые прядки. И прическа круто сделана в стиле мультфильма «Аладдин». У Джинни есть красивые серьги, они прозрачные, малинового цвета и выполнены в форме ломаных линий. На ключице, локтевой части левой руки и на кисти правой руки есть малиновая татуировка в виде скорпиона, полосочек и точек. У Джинни безумно длинные ногти, как и у Джиджи, таким ноготкам можно только позавидовать. Топ у Джинни прикольно сделан, наполовину малиновая, наполовину синяя ткань с блестками. На топе пришита болеро, также разных цветов с оригинальными рукавами джинского стиля. У Джинни черный хвост Джина. По бокам красивый узор, фиолетовые завитушки. Хвостик длинный, и с помощью него кукла легко стоит без подставки. И, кстати, его можно повернуть. Кстати, у Джинни Висп Грант есть грудной шарнир, как и у Гулиопы. Это очень круто и позволяет крутиться и вертеться. В комплект к Джинни идут ее ноги, брючки с обувью. Сейчас вынем хвостик и прикрепим эту часть. На Джинни одеты восточные шаровары черного цвета до колен с изогнутыми фиолетовыми узорами. На ногах есть красивый серый узор, похожий на дымок. Ниже ярко выражены шрамы атаков. Туфельки Джинни малиновые, с носом и без каблука. Как и сестра, Джинни предпочитает наряжаться в одежду из натурального шелка и атласа, чтобы в любое время чувствовать себя комфортно и в лампе, и на воле. После того, как мы рассмотрели наших персонажей Кейрана, Валентина и Джинни Висп Грант, я с гордостью могу сказать, что они достойные представители Монстр Хай на Сан-Диего Комик-Кон Интернешнл 2015. Я читаю все ваши комментарии, и мне было бы интересно узнать, как вам куколки, и может кто-нибудь уже стал счастливым обладателем этого крутого и эксклюзивного сета. А с вами была я, Алиса. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Белевикс, следите за конкурсами и розыгрышами на канале, ставьте ваши лайки, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка в описании. Be cool and crazy! До новых встреч, ребята! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok